Возможно, какой-то звук в комнате, пожалуйста, перезайдите, потому что звук у нас наладился. Хотела включить сегодня видео, но... Не, не буду. Чтобы у нас не пропала связь, давайте покажу свое лицо, что я здесь, я реальный человек. Сегодня днем у нас были небольшие неполадки со звуком, поэтому для того, чтобы не пострадало качество звука, наверное, я все-таки отключу камеру, и мы с вами будем продолжать беседу по слайдам. Договорились? Сейчас у меня будет к вам просьба написать, с каких городов присутствуют наши партнеры, а также есть ли в нашей вебинарной комнате гости. Череповец, Краснодар, Сыфтывкар, Ярославль, Рязань, Омск, Ейцк, Тольяттик. Друзья, что-то невероятное, я даже не успеваю читать города. Всех приветствую, количество участников в комнате очень быстро растет. Это говорит о том, что сегодня ту тему, которую мы с вами затронем, она очень-очень актуальна. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсики. Если вы сегодня впервые находитесь на данной презентации, вас сегодня пригласили. Добро пожаловать, Никита, Анастасия, Татьяна, Надежда, Любовь. Боже мой, сколько у нас новичков. Рада вас приветствовать. И в первую очередь сегодняшнее мероприятие адресовано для вас. Поэтому присаживайтесь поудобнее. И уверена, что если вы хотя бы чуть-чуть сегодня в поиске, в принятии какого-то решения, эта информация, друзья, будет для вас. Итак, давайте начинать. Ни для кого не секрет. Сегодня мы с вами столкнулись с такой непростой проблемой, ситуацией, в которой все сейчас оказались. Я, конечно же, не буду наводить на вас страх, не буду выступать сегодня в роли психолога и говорить, что все пройдет и все будет хорошо. Конечно же, друзья, все будет хорошо. Но моя задача сегодня – предложить вам реальную альтернативу. Альтернативу тем, кто сегодня, уже сейчас ощутил вот этот вот непростой период, ощутил себя в неком дискомфорте. Ну, а если у вас сегодня все достаточно стабильно, все хорошо развивается, это на самом деле супер. Но я предлагаю вам рассмотреть сегодняшнюю возможность как дополнительную подушку безопасности. Уверена сейчас много людей, которые еще буквально вчера не хотели слышать ни о какой новой возможности. У них было все хорошо, и казалось, что так будет и дальше. Но уже сегодня становится страшно за завтрашний день. А не потеряю ли я работу? А что будет с моими кредитами? А какая будет финансовая у меня ситуация? Возможно, среди вас есть предприниматели, да? Но вы не уверены в завтрашнем дне, и вы не уверены, насколько будет эффективен ваш бизнес. Друзья, поставьте, пожалуйста, в чат пятерки. Те, кто действительно услышал и понимает то, о чем, какую сегодня тему я затрагиваю. Татьяна, пятерки, Елена, Ирина, Диана. Пятерок очень много. Это значит, что мы с вами на одной волне, мы понимаем сегодня друг друга. И действительно, наша сегодняшняя с вами встреча, она не случайна, да? Так вот, смотрите, мое мнение такое, что хотим мы или не хотим, но нам сегодня всем с вами надо снять розовые очки и принять тот факт, что кризис – это явление, явление, которое имеет место быть. И более того, это явление, которое будет повторяться. Наверняка среди вас есть те люди, которые уже переживали, да, кризис. Это кризис восьмого, четырнадцатого года, и эти кризисы будут. То есть это не значит, что это последний кризис, да, в который мы попали. И все зависит от того, насколько мы можем с вами адаптироваться к этим условиям, насколько мы мобильны, лояльны, поворотливы, и что мы в данной ситуации можем сделать. Я считаю, что мы не можем влиять на какие-то экономические, да, процессы. Это вне зоны нашего влияния, но мы можем повлиять на то, как мы финансово будем себя ощущать в этой ситуации. Вы со мной согласны? Вы не задумывались о том, что есть люди, которые в кризис, наоборот, встают на ноги, они преуспевают, да, вы пишете согласны, отлично. И смотрите, для кого-то кризис – это опасность, а для кого-то кризис – это новая возможность. И моя задача сегодня как раз-таки вам предложить вот эту самую возможность. Друзья, вам интересно со мной? Для тех… Да, 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 класс. Друзья, для тех, у кого не появляется звук, кто не может попасть в комнату, успокойте партнеров, гостей, сделаем запись. Конечно, лучше, если вы будете присутствовать здесь сегодня, сейчас в онлайн, но тем не менее запись делается. Стараюсь не отвлекаться на чат, и мы двигаемся дальше, да. Для того, чтобы начать говорить вообще о той возможности, да, которую мы сегодня с вами затронем, давайте вообще с вами подумаем, какие у нас есть способы зарабатывания денег. Ну, самый простой и многим доступный способ – это работа по найму, да. Если нам не хватает денег, мы устраиваемся на вторую, кто-то еще на третью работу, берет работу на дом, но часто ли это помогает нам решить какие-то финансовые проблемы? Как правило, нет, да, потому что у нас становится очень мало времени, мы не высыпаемся и так далее. То есть мы не выходим вот из этих бегов, да. Есть другая возможность – это освоить какую-то новую профессию, новое ремесло. Но здесь все не так просто, потому что мы с вами понимаем, что для этого нужны вложения. Вложение времени, вложение денег, да. И не всегда мы с вами сразу можем принять это. Следующий момент – это организовать свой бизнес. Конечно, это самый хороший, самый перспективный вариант, но, опять же, сложившийся в экономической ситуации, насколько легко и просто будет понять, а ту ли нишу мы занимаем, да, а не прогорят ли мои вложения. И вообще, что сегодня организовать, чтобы приносило доход. Согласны со мной? И самый тоже хороший способ – это, конечно, уже инвестирование денег, создание той подушки безопасности, которая будет кормить не только сегодня, но и завтра, послезавтра и в последующие годы. Но инвестировать нужно что-то. То есть у нас уже должен быть определенный накопившийся капитал, который мы с вами должны вложить. Конечно, то, о чем сегодня я буду говорить, о той возможности – это не панацея, но задумайтесь, к какой категории вы сегодня себя можете отнести и помочь себе в решении финансовых проблем. Итак, что же делать, если нет денег, да, нет той самой идеи, нет узнаний и опыта, но ситуация заставляет сегодня предпринимать какие-то меры? Сегодня я хочу вас познакомить с новой возможностью, которая пришла 4 года назад на рынок – это бизнес в партнерстве с компанией Arme. Это российская компания, это торговая марта, и более того, я вам скажу, что это очень эффективная система продвижения, которая доказала свое право на существование и показала свою стабильность уже не в один прошедший кризис. Что мы с вами имеем в партнерстве с компанией Arme? Сегодня мы уже доказали на рынке свою надежность, гибкость, заинтересованность и, самое главное, возможность, я прям подчеркну это слово, возможность в развитии. Давайте с вами разберемся за счет чего. Я не люблю голословных фраз, потому что я человек статистики, цифр и фактов, и все, о чем я говорю, я говорю не понаслышке, а через все это я прошла сама, и у меня есть полная уверенность и полная убежденность тех слов, которые я вам сегодня произношу. В первую очередь, это, конечно, те ниши, которые мы сегодня занимаем. У нас нет необходимости сегодня думать, с каким продуктом работать, а будет ли это спросово, попадем ли мы в соотношение цены и качества, потому что мы работаем с такими линейками, как очень простые в продаже, в продвижении, очень многие не любят себя навязывать, да, навязывать что-то, продавать, и это нормально. Продукты высокопотребляемые и репотребляемые. Что это значит? Это значит, что эти продукты имеют свойство заканчиваться, и у нас будет необходимость покупать их снова, снова и снова. О тех продуктах, с которыми мы имеем дело, я вам чуть-чуть в следующем слайде покажу позже. О надежности я вам, в принципе, уже сказала, и сегодня, в то время, когда многие компании закрываются, многие компании не имеют возможности поддерживать своих сотрудников финансово, да, в нахождении на карантине, компания «Армель» осуществляет доставку. Она осуществляет доставку до двери. Более того, она осуществляет бесплатную доставку. Подумайте о возможностях, да, которые мы сегодня предлагаем, и какой потенциал в компании, если в такое непростое время мы можем организовать бесплатную доставку для партнеров компании. Конечно же, это выгодный сбалансированный маркетинг-план. Вот много компаний, которые сегодня бьют себя в грудь, и говорят, что мы лучшие. Возможно, это и так. Моя задача не сравнивать сегодня маркетинг-планы, но на самом деле сбалансированность маркетинга-плана имеет очень большое значение. Что значит сбалансировано? Это когда каждая группа людей имеет свою выгоду, она видит свою заинтересованность. О каких группах я имею в виду? Все мы прекрасно понимаем, а те, кто не понимает, я поясню, что наши сети строятся таким образом, что больше половины сети – это будут лояльные потребители, те, кто будет потреблять. И сегодня нашим партнерам это интересно делать, и вы дальше поймете, почему. Будут люди, которые будут хотеть немного иметь дополнительный доход, то есть заниматься прямыми продажами. И этой категории партнеров тоже с нами интересно и выгодно. И, конечно, это будут люди, которые рассмотрят для себя именно серьезный бизнес. Сюда придут предприниматели, сюда придут сетевые предприниматели из тех компаний, которым будет сейчас тяжело либо невозможно развиваться. И опять здесь огромный интерес. Это как раз-таки сбалансированность маркетинга-плана. И, конечно, многих новичков, уверенно, гостей волнует сейчас вопрос, а смогу ли я, а получится ли у меня, потому что у меня нет опыта в этой индустрии. И здесь, друзья, я хочу вас успокоить, утешить и сказать, огромная поддержка компании – это система обучения. Достаточно сегодня зайти в мобильное приложение и посмотреть, какой это мощный инструмент, насколько компания идет в ногу со временем, насколько легко сегодня использовать онлайн-инструменты. А это становится сегодня очень актуально, потому что очень многие переходят на удаленную работу, учатся новой профессии, осваивают онлайн-инструменты. А у нас сегодня это есть. Есть четкий алгоритм пошаговой работы, когда вы просто берете систему уже работающую и начинаете делать. Поставьте, пожалуйста, десятки, у кого сейчас просто вот поднялось второе дыхание, так скажем, кто для себя подумал, о, класс, классно, что я сегодня здесь и слышу эту информацию. Супер, отлично, много десяточек. Мы двигаемся дальше. Итак, смотрите, сегодня я не буду делать подробной презентации с каждым продуктом. Это можно будет делать уже на обучающихся мероприятиях либо на презентациях, которые проходят в ваших городах. Сейчас я вам хочу донести следующую мысль, что сегодня, кто такой Армель сегодня? Армель – это большая торговая марка, которая развивает четыре направления. Это парфюмерия, это товары для красоты и здоровья, это косметика и экопродукция для дома. В чем уникальность нашей парфюмерии? Уникальность парфюмерии в том, что мы на рынок продвигаем номерной парфюм. Эссенцию мы имеем французскую и швейцарскую, которая производится на крупных заводах «Оржевиль», «Бракар». И мы свою парфюмерию делаем доступной и понятной. Мы не занимаемся подделкой, как многие изначально воспринимают номерной парфюм Армель. У нас своя философия, своя торговая марка, свои ароматы, но это то, что сможет позволить себе человек сегодня. В принципе, у нас парфюмерия продается очень легко, опять же, потому что это эмоционально легкий продукт. В парфюмерии пользуются 90% людей. Лично мне парфюмерия поднимает настроение, она мне придает статусность, уверенность, и так для многих. И, соответственно, если бы мы сегодня предлагали классную парфюмерию, но по цене в несколько раз выше, чем люди привыкли покупать, скажите, было бы интересно наше предложение на рынке? Конечно же, нет. Но если мы предлагаем классный, адекватный продукт, еще и по адекватной цене, конечно, человек охотно приобретет товар, потому что он будет дешевле. И сегодня я делаю вам именно антикризисное предложение. С помощью него вы сможете не отказывать себе в привычных вещах. Также очень актуально направление wellness. Компания Armel сегодня дает возможность использовать продукты премиального качества, не задумываясь об их стоимости, за счет нашей системы продвижения, за счет того, что мы можем экономить на этих продуктах, зарабатывать на этих продуктах и пользоваться отличным качеством. Отдельная категория – это потрясающий кофе-го. У меня сейчас стоит чашечка, я пью этот прекрасный напиток. Это новая технология дриппакета, это кофе полезный. Мы делаем привычку пить кофе полезный. Это мобильность, это удобно. И кроме того, я скажу, что рынок кофе – это второй рынок после нефти. И вот здесь я хочу обратиться к предпринимателям, которые сегодня присутствуют, уверена, они есть. Хотели бы вы разделить вот этот вот огромный рынок и поучаствовать в распределении прибыли данного рынка. Отдельный пласт – это косметика. Косметика – это то направление, это тот рынок, который никогда не будет неактуален. Все хотят быть молодыми, красивыми. Многие женщины хотят повысить класс обслуживания. Они хотят пользоваться премиальным качеством. Более того, скажу, что совсем недавно я прочитала очень интересную статью от эксперта, где говорилось, что кризисное время по-другому его даже называют эффектом губной помады. Что это значит? Это значит, что в кризис люди сокращают свои траты. Они не могут позволить себе каких-то больших, роскошных вещей, но в чем-то другом они повышают свой класс. То есть не хватает денег на норковую шубу, куплю хотя бы себе классную помаду. Наверняка мужчины, которые сейчас находятся в нашей вебинарной комнате, немножечко загрустили. Поставьте плюсики, если есть такие, и думаете, духи, косметика. Вообще, зачем я сегодня трачу свое драгоценное время? Я лучше бы посмотрел очередной сериал. Поставьте, пожалуйста, плюсики честные, если есть такие. Но я вас склоняю к тому, к масштабности этого рынка. Конечно, мужчины не пользуются косметикой, но вы только представьте, какое количество женщин пользуются уходовой косметикой, декоративной косметикой, и она делает это ежедневно. Соответственно, это очень интересная ниша, в которой вы просто-напросто можете комфортно чувствовать себя, зарабатывая в этой индустрии. И, конечно, отдельное направление – это товары для дома, это экопродукция. Сегодня это очень актуально. Безопасность, экологичность сегодня все больше и больше набирает оборотов. Скажите, это интересные ниши. То, о чем я вам сейчас сегодня рассказала, это имеет место быть в жизни, и хотели бы вы разделить часть этого рынка? Да, конечно, да. Поэтому мы переходим к прибыльной части нашего с вами предложения. И в компании «Армель» на сегодняшний день 10 видов дохода. Опять же, у меня не стоит сегодня задача подробно рассказать вам маркетинг-план. Сегодня те, кто примет решение стать партнером компании «Армель», уже в четверг вы можете попасть на обучающие мероприятия, разобраться, откуда же берутся деньги. Я вам хотела заострить внимание более подробно на нескольких моментах. Помните, я вам говорила о том, что мы имеем дело с очень простым в продвижении продуктом, эмоциональным продуктом, таким как парфюмерия. Так вот, с продажей одного флакончика духов мы имеем возможность заработать от 500 до 1000 рублей сразу же. Когда я разговариваю со своими кандидатами, мы говорим о том, сколько ты в день зарабатываешь денег. Так вот, бывает, что люди зарабатывают гораздо меньше 500 рублей, и при этом они ходят на работу, работают от звонка до звонка, еще и огребают от своего начальника, и не воплощают в жизни свои какие-то идеи, мечты. Если вы согласны, кто согласен, ставьте пятерочки, я двигаюсь дальше, чтобы долго не терять время, не ждать. Но уверена, что вы со мной согласны. Так вот, прямые продажи – это возможность ощутить сегодня деньги, здесь, сейчас, потрогать их, пощупать. Соответственно, чем больше вы продали флаконов, умножайте это в десятки раз. Продали 10 флаконов, получили прибыль 5000 и еще прибавили сейл-бонус. Сейл-бонус – это бонус от личного товара оборота. Что это значит? Это значит, что сегодня мы предлагаем людям, которых знакомим с нашей торговой маркой, с нашими продуктами, поменять один магазин на другой. Если вы сегодня привыкли ходить, например, в магазин X и тратить деньги там, сегодня мы предлагаем вам электронный магазин Arme. И делая покупки, покупая товары второй необходимости, такие как зубные пасты, шампуни, гели для душа, все безопасное, экологичное, да, средства для мытья посуды, ароматы, кофе, да, которые мы очень много потребляем сами и рекомендуем своим близким и знакомым, за все это магазин Arme будет вам еще возвращать кэшбэк от 10 до 15%. Скажите, могли бы вы порекомендовать, ну, например, у вас в окружении есть, например, классный мастер, который хорошо стрижет, вы обслуживаетесь сами, стрижется супруг, дети, вам нравится, как работает мастер. И если бы она вам сказала, что смотри, Олеся, если я за каждого нового клиента, пришедшего от себя, платила бы определенную часть процента, стала бы я рекомендовать этого мастера? Конечно бы стала. То есть сама попользовалась, порекомендовала, получила за эти деньги. Вот он, друзья, сбалансированный маркетинг-план. И вот он как раз тот самый бонус, рекрутинговый бонус за привлечение нового партнера. То есть за рекомендацией мы имеем возможность тоже получать доход. Позвали одного человека, рассказали о классном продукте, о возможности экономить и приобретать продукты напрямую. Компания вам заплатила 500 рублей. Если таких человек за месяц 10, вы уже плюсом к вашему основному доходу заработали 5000 рублей. На самом деле это очень легко и просто делать, особенно сейчас, когда люди будут терять доход, когда будут искать возможность экономить и искать возможность зарабатывать. Это на самом деле очень просто. Я максимально в месяц приглашала 40 человек, и это было достаточно легко. Это был месяц декабрь. Я предлагала именно систему подарков, чтобы люди покупали это в своем собственном магазине, и это мне давало огромный колоссальный результат. И можете посчитать, сколько я заработала чисто на рекрутинговом бонусе. Также мы имеем возможность получать профит-бонус за качественный запуск партнеров. Конечно, запуск – это тот момент, которому мы учим, но я вам приведу простой пример. Давайте задам вам такой вопрос. Сколько ежемесячно ваши траты составляют на продукты второй необходимости? Ну, как я уже перечислила, зубная паста, шампунь, стиральный порошок, кондиционер, средства для мытья посуды, средства личной гигиены. Напишите в чате, пожалуйста, какую сумму в среднем все мы с вами тратим, чтобы это не было голословно от меня. Цена на парфюм в ближайшее время не повысится за счет того, что мы имеем возможность собственного производства, и мы не привязаны, по большому счету, к доллару. Поэтому в этом плане вы можете быть спокойны. Три тысячи, тысяча рублей, тысяча, две тысячи, четыре тысячи. Ну, вот, смотрите, возьмем три тысячи. Да, спасибо большое. В среднем три тысячи, я считаю, сегодня мы тратим на продукты второй необходимости, потому что единожды, зайдя в магазин, можно оставить полторы тысячи рублей и ничего при этом не купить. Соответственно, смотрите, если каждый из ваших приглашенных людей будет совершать покупки в среднем на 2-4 тысячи рублей, вам с каждых потраченных людьми денег компания будет начислять 100 рублей бонуса. И когда, допустим, кто-то совершает покупки в своем магазине, вы за это, за каждого человека можете получать до 500 рублей. Интересная система. Понимаете, откуда берутся деньги и с каким мощным предложением сегодня выступает компания Армель? Надеюсь, что да, время неумолимо бежит вперед, я двигаюсь дальше. На следующем слайде приведена карьерная, так скажем, лестница в компании, то есть благодаря чему мы можем с вами, благодаря определенным объемам, мы зарабатываем деньги. И чтобы было это более понятным, доступным языком, придя в компанию, допустим, простым консультантом, вы можете вырасти по карьерной лестнице до менеджера, старшего менеджера, директора среднего звена и директора предприятия, так скажем. Но каковы шансы сегодня, работая в найме, придя обычным консультантом по продажам, стать директором корпорации? Я думаю, что... Я, вернее, не то, что думаю, я уверена, что эти шансы минимальные. В компании Армель вы можете в ближайшие полгода-год выйти на пассивный доход от 100 тысяч и более. И сегодня в нашей компании есть и мамы в декрете, и люди, которые совмещают найм с обычной работой. У нас есть много мужчин, которые пришли из традиционного бизнеса и сегодня имеют хорошие чеки от 200 тысяч и более, друзья. А сегодня, имея доход от 100 тысяч даже, это те деньги, которые позволят достаточно комфортно, стабильно себя ощущать. Согласны со мной? Уже немножко заговариваюсь. Следующий доход, который мы можем получать, это доход с товарооборота компании. Если на предыдущем слайде мы говорили о товарообороте именно вашей потребительской структуры, то второй уровень маркетинга – это доход с товарооборота компании. Сегодня товарооборот только растет, компания набирает оборот, и, как я уже сказала, наступают времена достаточно перспективные именно для развития вашей сети. Доходы компании будут расти, и, соответственно, мы сегодня не говорим о конкуренции, мы сегодня говорим о том, чем больше людей будет приходить в компанию, тем больше доходы будут получать партнеры. Также у нас есть бонусы и вознаграждения, то есть своего рода премии. Вот представьте, вы отработали, и вам не только понизили зарплату, объяснив это тем, что, ну, понимаете, кризис, вы и так держитесь за свое рабочее место. Скажите спасибо, что мы вас сегодня не уволили, представьте, что вам начальник говорит, знаешь, ты так классно поработала, вот тебе зарплата, и еще я хочу, чтобы ты ездила на новом автомобиле. Как вам такое предложение? На самом деле это реально. В нашей семье две автопрограммы, по одной автопрограмме уже автомобиль полностью выплачен. И задумайтесь над тем фактом. Если я приходила в компанию несколько лет тому назад, будучи еще в статусе мамы в декрете, и если я за два месяца, 10 дней выполнила автопрограмму, пересела на новый автомобиль, сможете ли это вы? Да уверена, что сможете, и сможете это гораздо быстрее. Сегодня есть все шансы это сделать гораздо быстрее, потому что ассортимент компании растет. Есть несколько направлений. Когда я приходила в компанию, было только направление парфюмерии, 57 ароматов. Сегодня в нашей линейке 90 ароматов, и те рынки, я уже о них сказала, не буду повторяться. Скажу еще тот момент, что когда я приходила в компанию Armel, я приходила с большими минусами на счетах, и за три года эти минуса я смогла закрыть, мы с супругом смогли закрыть. И более того, за три года мы приобрели три объекта недвижимости, а это уже, друзья, на минуточку, актив, это уже не пассив, а актив. И это, я говорю для того, чтобы вы поняли всю важность того предложения, которое мы сегодня делаем вам. Следующая премия – это, конечно же, путешествия. Мы зарабатываем, мы масштабируем, мы раскрываем новые границы, мы путешествуем. А когда мы путешествуем за счет компании, где все включено, более того, путешествовать в окружении успешных людей – это очень круто, и я желаю каждому испытать тот факт, о котором сегодня говорю. Поэтому наверняка у вас сейчас возникло желание, вернее, вопрос, как же, как стать партнером компании, что для этого нужно. Поставьте, пожалуйста, десятки, кто уже сейчас готов сделать этот шаг навстречу всему тому, что я говорила. Если кто-то стесняется писать, уверена, что есть такие, есть те, кто захочет разобраться более подробно в предложении, и обязательно свяжитесь с тем человеком, который вас сегодня пригласил на презентацию, но десяток очень много, и это классно. Смотрите, для того, чтобы стать партнером, все очень просто. Вы проходите бесплатную регистрацию в компании, и у вас есть месяц для активации контракта. Вы можете активироваться на 20 баллов, это всего лишь около 2000 рублей, это как раз те покупки, вы мне сами написали в чате, что 2000 рублей мы все тратим. Бизнес, который не требует вложений, купили продукты себе в дом, сменили один магазин на другой и стали веб-клиентом компании. Но если мы говорим о серьезности вашего намерения, если мы говорим о доходах, если мы говорим о перспективе, то, конечно же, я рекомендую сразу стартовать на статус партнера. Что это значит? Это значит сделать сетиновременный заказ на 50 баллов, что составляет порядка 5000 рублей, либо приобрести стартовый набор. Стартовый набор – это классный стильный клатч, в котором на сегодняшний день 90 ароматов. Это возможность иметь парфюмированный бар на дому, но это и ваш бизнес под ключ. Я также 3 года назад приобрела эту папку и ни на минуту не пожалела. Во-первых, мы имеем неограниченный доступ к скидке. Мы имеем с вами личную посадочную страницу. Мы имеем с вами на сегодня классный мобильный инструмент, электронный магазин. Мы имеем возможность участия в обучающих мероприятиях компании. И буквально через несколько слайдов вы поймете, о чем я говорю. Мы имеем возможность создать пассивный доход. Мы имеем доступ к CRM-системе. И, конечно же, это очень классный рабочий инструмент. К тому же, в подарок к этой замечательной стартовой папке вы получите пачку нашего замечательного кофе-го, о котором я вам уже более подробно рассказала. 2600 рублей – это не такие большие деньги, с которых есть возможность начать любой бизнес. Чтобы начать сегодня бизнес, даже по франшизе, нужны, друзья, миллионы. А теперь я вам хочу задать очередной вопрос. Скажите, в вашей жизни были какие-нибудь покупки, о которых вы жалели? Ну, например, бесполезные какие-то вещи. Может быть, вы купили себе какую-то юбку в надежде, что вы похудеете и завтра ее сможете одеть, но это вот так и не свершилось, и оно у вас благополучно лежит в шкафу. Либо, может быть, мужчины решили увлечься охотой, рыбалкой, купили себе классную удочку, либо решили заняться спортом, купили лыжи, коньки, но так ими и не воспользовались. А деньги были потрачены? Конечно, были. Вот пишут, да, что туфли до сих пор лежат. Были. Бесполезные покупки были у каждого в нашей жизни. Но вот эта покупка папки единожды, однажды, это та покупка, которая мою жизнь просто перевернула с ног на голову. Я вам уже сказала о достижениях, которые произошли в нашей жизни. Это сегодня мне помогло поменять стиль, образ жизни и образ мыслей. Поэтому самое главное, друзья, это быстро принять решение, как правильно действовать, сконцентрироваться на поставленной задаче, составить четкий финансовый план. И, друзья, пока все люди замерли, пока все люди в ожидании, в страхе, что же будет завтра, мы сегодня с вами имеем возможность расти, развиваться вместе с компанией, вместе с вашими наставниками и вместе с вашими командами. А сейчас я хотела бы передать слово буквально, скажу так прям искренне от самого сердца, вечному двигателю нашей компании, человеку, который от слов переходит к конкретно действиям. Замечательной девушке, женщине, другу. Кроме того, директору по маркетингу у вас сегодня великолепная возможность услышать этого блестательного человека Александру Шудегову. Встречайте, друзья, бурными овациями. Александра, тебе слово. Добрый день, добрый вечер, вернее. Добрый вечер, друзья, как меня слышно? Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, как у нас дела обстоят со звуком. Приветствую, приветствую всех партнеров компании Армель, а также, конечно же, приветствую отдельно всех тех людей, которые зашли сегодня на наш вебинар для того, чтобы рассмотреть возможность сотрудничества с нашей компанией. Прекрасно, вижу, что слышно меня хорошо. Друзья мои, у вас осталась еще, так скажем, заинтересованность и силы для того, чтобы послушать еще и меня. Есть ли такая возможность, потому что я понимаю, что время уже очень позднее, но я понимаю, что все настроены очень позитивно. Отлично. Спасибо большое, Олеся, за развернутую презентацию компании, очень развернутую презентацию нашего маркетинг-плана. Я еще в своем послании обязательно все резюмирую, вот, поэтому большое тебе спасибо за то, что ты поделилась той возможностью, которой когда-то воспользовалась сама. Аплодисменты, Олеся. Отдайте, пожалуйста, обратную связь, насколько вам было интересно. Так, нет звука. Но я так понимаю, что у многих звук есть, поэтому, у кого нет звука, как-то решает этот вопрос. Но у нас обязательно будет запись. Итак, друзья мои, у меня на самом деле всего передо мной стоит сейчас две задачи. Я вам сейчас о них скажу. Первая задача, я хочу, как человек, который, как правильно сказала Олеся, является директором по маркетингу компании Armel, то есть я являюсь одним из руководителей компании, и я имею определенное видение, понимаю, что сегодня происходит с компанией Armel, куда мы движемся, я бы хотела донести до вас суть нашего бренда и в нескольких словах, в общих чертах объяснить, почему же сегодня идея сотрудничать с компанией Armel это отличная идея, идея эффективная, которая приведет вас к успеху. Вот это моя первая задача. Вторая моя задача уже, как человека, который занимается предпринимательством, всю свою сознательную жизнь в сфере маркетинга, хочу поделиться с вами своим мнением, своим видением того, что, собственно, пора начинать заниматься сетевым маркетингом, почему этим бизнесом интересно заниматься сегодня, какова его сегодняшняя ситуация в этом бизнесе, и ответить, наверное, на главные вопросы, страхи, которые есть у людей, которые сегодня рассматривают предложения, а будет ли существовать сетевая индустрия в эпоху перемен, и вдруг люди ничего не будут покупать, и тогда действительно все сетевые компании закроются. Вот эти страхи я сегодня постараюсь отработать и показать вам свой взгляд на них. И интересны вам такие задачи? Готовы послушать мое послание, но для вас важно? Да, отлично. Так вот, смотрите, эти две задачи я поставила потому, что цель у меня на самом деле одна. Цель это помочь каждому из вас принять решение действовать или не действовать, быть или не быть, да, потому что сегодня Олеся много раз произнесла это слово кризис, я буду говорить эпоха перемен с вашего позволения, так вот, именно вот в данный этап, когда что-то меняется в мире, в стране, в экономике, в условиях определенной такой неясности, самая твердая валюта это время, самая твердая валюта это время, и именно то, как вы будете инвестировать, во что вы будете инвестировать свое время, от этого сегодня зависит то ваше место, то ваше положение, в тот момент, когда все наладится, и мы получим какие-то новые реалии, да, совсем и совсем скоро, поэтому действительно принимать решение нужно быстро, да, если не подходит одна возможность бежать искать другого. Итак, начнем. Сетевой маркетинг, что это такое? У многих, особенно, может быть, кто-то со стороны сейчас послушал наш маркетинг-план, посмотрел на тех людей, кто вас пригласил, да, может быть, там подумали, ну вот, я так и знал, что мне придется бегать с каталогами, вот мне надо заниматься, будет, прямыми продажами, втюхивать кому-то продукцию, это что-то, какую-то несерьезность, какая-то мышиная возня и так далее. У кого либо сейчас есть такое мнение о сетевом маркетинге, либо, может быть, оно было совсем недавно, вы знаете, что бытует такое мнение, что сетевой бизнес это что-то не очень может быть серьезное, да, это, наверное, возможно зарабатывать, но это надо навязывать, это надо бегать продавать, ну и же с ними, или там не заработаешь. Есть такое? Бывают такие возражения? Кто-то пишет, да, кто-то, я отдаю себе отчет в том, что, возможно, сейчас среди наших гостей есть такие люди, которые, есть такие люди, которые так думают, но это не страшно, и вы в этом абсолютно не виноваты, просто потому, что у каждого явления есть две стороны, и можно посмотреть на одно и то же явление, на одну и ту же вещь с разных сторон, и увидеть разный смысл, разную суть. Это может показаться со стороны, потому что действительно сетевой маркетинг это огромная индустрия, в которой работает огромное количество людей, и все люди абсолютно разные, с разными подходами в бизнесе, и часто в глаза бросаются именно истории людей, которые что-то начинают продавать, что-то начинают поверхностно заниматься этим бизнесом. Знаете, недавно встречалась с одной дамой, так скажем, ходила на маникюр, и вот эта вот женщина, которая делает маникюр, так вскользь в разговоре кинула такую фразу, ну вообще-то я спортсменка, я занимаюсь спортивной гимнастикой, и меня осенило, меня осенил тот момент, что насколько люди, относящиеся поверхностно к каким-либо видам деятельности, могут ну изменить о них мнение окружающих, ну потому что сложно представить профессиональную спортсменку, которая занимается услугами красоты, да, то есть там занимается маникюром, педикюром, ресничками и так далее, но так же происходит сетевым маркетингом, многие люди, которые не профессионалы в этой области, которые не видят в этом бизнесе бизнеса, они поверхностно им занимались, либо занимаются, они позиционируют себя, как я сетевик, я знаю, что такое сетевой маркетинг, но глядя на них, вы не можете получить полную картину, и вы не видите бизнеса, потому что перед вами не тот человек, который ведет бизнес, кто, кто меня сейчас понял, да, кто понял вот это сопоставление, так вот я предлагаю вам обратить внимание на этот бизнес и рассмотреть его как бизнес-модель, бизнес-модель, в основе которой лежит партнерство, партнерство бренда с его активными клиентами, вот я хочу, чтобы вы сейчас прям представили себе картину, что такое сетевой маркетинг, это партнерство некого бренда, например, бренда Армейль, со своими активными клиентами, теми людьми, кому нравится продукция этого бренда, и это партнерство, оно обязательно взаимовыгодное, в чем выгода бренда, частый вопрос людей, которые начинают разбираться в сетевой маркетинге, вопрос такой, а почему, а почему, собственно, компания, зачем компании платить такие большие деньги вот этим самым дистрибьюторам, почему это компании выгодно, я сейчас вам постараюсь объяснить, и так, бренд получает от этого партнерства, что самое главное, он получает крутейшую модель своего продвижения, он получает высокую вовлеченность клиентов во все, что происходит вокруг бренда, в его, все его посылы, в запуске новых продуктов, получает быстро обратную связь, и так далее, и как результат вот этого сотрудничества, бренд получает стабильную, стабильную сеть потребителей, которая делает стабильный товарный оборот в любых условиях, и благодаря этой такой активной, вовлеченной потребительской сети, бренд может легко расширять ассортимент, очень легко выходить на новые ниши, очень легко выходить на новые рынки, в буквальном смысле, на энтузиазме своих клиентов, и это действительно просто бомба, бомба для тех людей, которые хотят раскрутить свой бренд эффективно, стабильно, надолго, что же, в чем, в чем преимущество, в чем выгода от этого партнерства клиенту, собственно, так вот, любой клиент, любой довольный клиент имеет возможность, используя такое партнерство, делая популярным данный бренд в кругу своей семьи, своих друзей, своего города, своего региона, своей страны, масштабы у каждого разные, и со временем они могут расширяться, так вот, любой клиент, он может построить свой собственный бизнес абсолютно без финансовых рисков, вы прекрасно понимаете, и Олеся про это сегодня очень говорила, хорошо, что для того, чтобы заниматься бизнесом, необходимо иметь риски, нужно вложить деньги, если это услуга, то в организацию, может быть, обеспечение этой услугой своих клиентов, если это товар, то в товарные остатки, помещения, сотрудников, и так далее, и вот даже можем представить, что вы, вложив деньги, рискуя ими, у вас получается все сделать, вы начинаете получать прибыль, классно, но для того, чтобы эту прибыль масштабировать, то есть вы начали зарабатывать 50 тысяч рублей, а ходите 500 тысяч рублей, так вот, чтобы 500 тысяч рублей зарабатывать в этом же самом бизнесе, недостаточно больше работать, а нужно больше вложить, открыть новые магазины, расширить площади, расширить количество сотрудников, и так далее, то есть масштабировать не просто прибыль, а сначала масштабировать свои риски, а потом уже у вас масштабируется прибыль при удачном сечении обстоятельств, в сетевом маркетинге вы, как предприниматель, выстраивая свою сеть потребителей на товаре бренда, вы масштабируете свою прибыль, только увеличивая свою личную вовлеченность в бизнесе, то есть инвестируя свое время, вы не рискуете деньгами, меня лично очень заинтересовала именно эта возможность в MLM, именно поэтому когда-то я приняла такое решение и начала развивать развиваться в этом бизнесе и было это, происходило это после событий 98 года в самых началах 2000-х годов, когда действительно рушились целые отрасли и была такая не совсем хорошая денежная финансовая обстановка в стране, но сетевой маркетинг он развивался огромными темпами именно потому что предлагал людям самый главный основной товар знаете какой это возможность реализовать свои мечты это возможность достичь своих целей это возможность создать свой бизнес без финансовых рисков и вложений именно на это именно вот этот товар тогда я приобрела да именно тогда я увидела эту возможность в принципе начала свою карьеру в этом бизнесе как многие многие другие люди и сетевой маркетинг имел такой очень крутой интересный виток в развитии и сегодня мы наблюдаем в принципе вот это разнообразие MLM компаний именно благодаря вот тому витку в те годы сегодня мы имеем стабильное и устойчивое развитие этого бизнеса и что нужно понимать сегодня что сейчас у нас будет происходить точно такой же виток потому что опять эпоха перемен опять что-то будет новое происходить и сетевой бизнес он в абсолютной тенденции времени он в абсолютной тенденции времени и я вам сейчас это докажу вот смотрите если посмотреть на то как сегодня развивается вообще в принципе любой бизнес и как бренды завоевывать своих клиентов любые я сейчас не говорю про сетевой мактинг я говорю про бизнес в целом давайте посмотрим что происходит вокруг уже многие годы между прочим это уже на порядке 10 лет это происходит бренды борются не просто за клиентов а все хотят произвести фанатов бренда и все хотят создать сообщество вокруг бренда есть такое сообщество яблочников есть сообщество яблочников есть люди которые предпочитают носить ту или иную марвад и тем самым дают предпочтение не просто одежде а разделяют некие ценности некую философию бренда и для того чтобы все это происходило чтобы появлялись те самые фанаты бренда чтобы запускалось сарафанное радио и люди говорили о том или ином бренде чтобы люди рекомендовали этот бренд чтобы они его позиционировали на уровне своего стиля жизни компании вкладывают гигантские ресурсы компании работают в пиаре своего бренда и действительно это стоит очень дорого и не всегда это выстреливает так вот друзья мои сетевой маркетинг он в тенденции вот этой эпохи эпохи не просто потребитель всегда прав а потребитель сопричастен к созданию бренда и сетевой маркетинг почему опереждают здесь любую другую бизнес модель просто потому что все вот эти понятия которые я перечислила сообщество вокруг бренда фанат бренда вовлеченный клиент по другому сарафанное радио эти все понятия являются фундаментом сетевого маркетинга он из этих понятий в принципе состоит и работает кто кто сейчас эту такую линию себя в голове провел я хочу вам нарисовать такую картину что то есть доказать почему сетевой маркетинг всегда попадает вот в эту тенденцию а традиционный бизнес несмотря на то что вкладывает гигантские ресурсы не всегда попадает представьте себе ситуацию человек покупающий моющее средство для мытья посуды какой-то торговой марки там скажите фэй или там какой-нибудь аос или еще что-нибудь неважно x или y в магазине он приходит домой с пониманием того что он приверженец этого бренда что он купил это средство для мытья посуды выбрал его на полке из всех остальных только потому что он фанат проктора гэмбала потому что его одна из его целей это то чтобы эта компания этот бренд процветал и чтобы он никогда не ушел с рынка потому что это часть его стиля жизни вы можете себе такое представить я не совсем я не совсем могу себе это представить чтобы кто-то покупал какой-то продукт с полки магазина и говорил что я просто люблю этот бренд конечно это может быть каким-то сиюминутным порывом но в долгосрочной перспективе сложновато и если посмотреть на сетевой маркетинг и взять любую сетевую компанию будь то это какой-то гигант рынка либо какая-то начинающая компания любой клиент вовлеченный клиент этой компании покупая данный продукт он искренне чувствует вот эту эмоцию по отношению к этому бренду он действительно говорит знаешь я чувствую свою причастность к успеху этого бренда и моя цель чтобы этот бренд существовал я очень хочу чтобы этот бренд существовал всегда почему потому что от его существования от успеха этого бренда зависит мой успех потому что я в выгодном партнерстве с этим брендом не просто за морковку не просто я приведу друга потому что мне подарят какой-то подарок или наклейки на которые я куплю завтра сковородку в этом же магазине нет я вовлечен в процесс развития этого бренда потому что я строю свое финансовое будущее потому что я создал здесь свою команду единомышленников и я получаю не только деньги но и признание и возможность развития и так далее то есть это есть мой стиль жизни кто понял меня и кто получил вот сейчас какой-то не знаю может быть такой жетон провалился кто увидел то что действительно мы в тенденции времени отлично и я вам еще одну картинку нарисую это вот что касается перемен и вот благодаря всем вот этим моментам то что сетевой маркетинг он подходит под вот эти тенденции куда идет экономика куда идут развитие торговых отношений потребительских он очень круто адаптируется он очень круто адаптируется к переменам он очень быстро перестраивается реагирует и действительно именно поэтому имеет все шансы не просто быть в этих новых реалиях он уже там в этих новых реалиях эти новые реалии будут немножко позже как я уже об этом в принципе говорила представьте картину большой большой огромный кит в океане и огромная стая мелких сардин киту сложно повернуть сложно изменить может быть как-то надо больше времени для того чтобы сменить курс осознать ситуацию и так далее он уязвим потому что что-то может пойти не так и поранить только там свою какую-то часть тела которая от него в нескольких метрах от его головы он может погибнуть весь и это то же самое как классический бизнес и сетевой маркетинг а сетевой маркетинг это вот такая стая сардин которая на вибрации в океане вот в этом океане бурных событий экономических которые происходят еще за сотни километров она уже может реагировать и сиюминутно в доли секунды менять направление и адаптироваться к новым условиям вот такая у меня родилась сегодня картинка соответствия поэтому если хочешь быть восприимчивым к переменам если ты хочешь получить профессию которая тебе гарантированно даст те навыки которые тебе пригодятся в этих современных условиях развития бизнеса срочно сегодня убирай в голове все свои какие-то предубеждения по поводу сетевого маркетинга садись и разбирайся рассмотри этот бизнес не как модель продаж а как бизнес модель основанную на партнерстве сильной компании и как я уже говорила и как я уже говорила о том что сейчас в это время будет что-то интересное происходить с тевым маркетингом и это будет новая очередная волна развития я хочу поставить жирное но в этой ситуации сегодня с тевым маркетинг имеет четкие правила и законы ведения это уже не какой-то там бизнес который не знают как вести есть четкие конкретные критерии успеха того или иного проекта и именно поэтому у меня к вам есть два очень важных пункта которые вам помогут для того чтобы вы определились со своим выбором отнеситесь к этому бизнесу как к бизнесу не просто как к лотереи я пришел в сетевой маркетинг и все я буду успешен нет если ты пришел в сетевой маркетинг отнесись к этому как к партнерству ты выбрал компанию и выполняя свою часть партнерства следуй тем правилам по которым будет работать компания вместе с тобой и ты сможешь создать действительно очень крутой капитал но если ты будешь нести реально ответственность что это твое бизнес решение и второй момент правильно выбери эту компанию выбери компанию которая действительно способна соответствовать твоим запросам по заработку твоим ценностям тебе будет легко этот бренд позиционировать если ты чувствуешь некую близость к нему и тут я хочу перейти к этой теме по поводу компании Армель почему же партнерство с компанией Армель по моему мнению оно эффективно сегодня я разбила несколько несколько таких пунктов да и хочу вам их проговорить так вот смотрите компания чем наша компания отличается сегодня на рынке МЛМ первое я хочу сказать про нашу нишу наши продукты это продукты ежедневного спроса был вопрос в чате я видела по поводу почему там ассортимент небольшой или еще что-то я вам так скажу сегодня прошло время когда люди хотят затариваться всевозможными баночками для там для левой пятки для правого мизинца для левой мочки и отдельно для кончиков волос отдельно еще для чего-нибудь какие-то косметические средства сегодня потребитель стал умный и рациональный весь мир движется к тому чтобы быть умным рациональным потреблением мы мы за осознанное потребление именно поэтому в нашем ассортименте есть все необходимые товары чтобы чувствовать в себя хорошо чтобы качественно и полноценно ухаживать за собой за своим домом чтобы чувствовать в себе энергию и эмоции настроение набор настроения это парфюм чтобы чувствовать качество и вкус жизни через наш кофе и так далее то есть мы даем именно ту линейку продукции которая понятна которая очевидна зачем она нужна которая не навязывает нашему потребителю перетарку а именно дает то что удовлетворяет адекватные рациональные потребности современного человека и наша цена она честна в соотношении с нашим качеством за счет чего мы даем выгодные цены тоже был такой вопрос в чате очень просто мы ищем идею продукта то есть мы берем продукт который действительно нужен каждый день например шампунь или например зубная паста мы обозначаем те характеристики которые важны нашим клиентам нашей целевой аудитории какие это характеристики чтобы это было приятный продукт чтобы он выполнял свою четкую функцию мыть волосы либо чистить зубы чтобы он не носил вреда этому человеку да то есть чтобы не было в них каких-то компонентов которые вызывали ну там сомнения в голове да и когда мы это все обозначаем мы стараемся произвести этот продукт тем способом чтобы сделать его максимально максимально доступным по цене мы ищем те способы упаковки чтобы не было ничего лишнего мы не используем никакой рекламы со звездами кинодивами и так далее мы стараемся делать этот процесс производственный таким оптимальным чтобы мы могли возможность дать и заработать компании и заработать нашим дистрибьюторам и не дать не дать ни в коем случае переплатить нашим клиентам вот такой простой подход что я еще хочу сказать по нашим продуктам и по нашей ниши вдумайтесь пожалуйста мы имеем два флагмана сегодня я это называю продукты быстрого быстрого контакта продукты быстрого контакта это парфюм и кофе это то что вызывает эмоцию это то что влюбляет раз и навсегда и далее человек уже знакомится со всем остальным ассортиментом который просто его даже иногда удивляет по качеству в сопоставлении с той ценой которую он получает поэтому армель отличается именно своей нишей и своими продуктами второй момент это маркетинг план маркетинг план сбалансированный между всеми участниками товарооборота Олеся про это сказала я только скажу так мы никем не жертвуем и ты можешь здесь зарабатывать и получать свои выгоды даже если ты просто хороший клиент ты будешь иметь кэшбэк ты будешь здесь зарабатывать если ты просто любишь продавать и ты хочешь заниматься прямыми продажами пожалуйста не делай бизнес делай прямые продажи и тебе очень будет выгодно это делать с нами и тебе также будет выгодно выстраивать свой бизнес причем в разном темпе у нас деньги зарабатывают это те люди, которые только начинают, стартуют, очень легко выйти на доход, средний доход, так скажем, на доход, который равен среднему доходу по зарплате в стране, там порядка, в районе 20-25 тысяч рублей, выйти очень легко в армии в первые месяцы, в первые 1-2 месяца работы, и далее, если ты желаешь, что ты можешь масштабировать свой результат в 100-200 тысяч рублей в месяц и выше, все зависит от твоих амбиций и от твоего желания инвестировать время в этот бизнес, и здесь, конечно же, третий пункт, это та самая поддержка, это правильно выстроенная логистика, автоматизация бизнеса, обучение, совмещение онлайн-офлайн-подходов, и сегодня компания Armel это современная перспективная компания, которая имеет огромный потенциал для развития, и если компания осознает свой потенциал развития и готова его расширять в разы, в десятки, в сотни раз от сегодняшнего момента, то каждый из вас может тоже расширять потенциал своего дохода внутри компании, потому что когда речь идет о сотрудничестве с амбициозным брендом, это значит, что вы можете здесь тоже своим амбиции расширять и занимать то место, которое вы считаете достойным вообще в целом, да, в жизни, вот, и поэтому я хочу, подытожив свой вот этот вот разговор, сказать, что, что, друзья мои, очень большое желание у меня сегодня есть, чтобы каждый из вас позвонил тому человеку, кто вас пригласил сегодня на эту презентацию, даже если вы уже партнер компании, ну просто еще бездействовали, сегодня задумайтесь, пожалуйста, что в руках у вас есть очень крутой инструмент, и уже сотрудничество с компанией Армель, это уже 50% успеха, дальше нужно просто расписать план действий, и приняв сегодня решение, вы можете начинать очень интересное обучение вместе с компанией, и получить пошаговую инструкцию, как же здесь достичь результата, вот здесь сейчас на слайде вы видите саммит мастеров онлайн 18-19 апреля, что это такое? Это глобальное онлайн мероприятие компании Армель, для всех ее партнеров, для тех людей, которые сегодня подумают, примут решение, станут нашими партнерами, приобретут наш стартовый набор, активируют свои контракты, рассмотрят нас именно как бизнес-партнеров для себя, и мы их приглашаем на это обучение, через свой личный кабинет, который вам автоматически будет предоставлен, вы сможете подключиться к этому мероприятию. Что это такое? Это двухдневный бизнес-интенсив, где вы получите практические кейсы от наших лидеров, которые уже имеют результаты, потому как начинать этот бизнес, как его запустить таким образом, чтобы у вас в итоге появилась реально активная работающая дистрибьюторская структура, приносящая вам товарный оборот, а значит прибыль. Как эту прибыль масштабировать? Как оптимально распределять свое время, чтобы вписать этот бизнес в свою жизнь? Каким образом действовать в данных сегодняшних условиях, в сегодняшних реалиях, которые мы имеем? На эти и многие вопросы мы вам ответим. И более того, вы сможете получить от этого мероприятия самое главное. Вы сможете почувствовать ту атмосферу, ту отношение, ту философию бренда, о которой мы тут все говорим, но ее нужно только почувствовать, когда вы окунетесь с головой в этот процесс, в нас. И вы это сможете сделать, потому что наравне со всеми спикерами, со мной, на этом саммите будет иметь слово и будет давать свои послания, свой тренинг, основатель компании Армель Вячеслав Демидов. И знаете, я, наверное, даже подчеркну, что это есть один из наших сильных таких аспектов в Армель, то, что у руля находятся профессионалы индустрии MLM, у руля находятся сегодня, и они четко знают, куда вести компанию и каким образом развивать этот бизнес. И поэтому принимаются всегда те решения, которые ведут вперед не только бренд, не только ассортимент, не только саму компанию оставляют в плюсе, но и сеть, но и в первую очередь сеть, потому что человек, который сам занимался сетевым маркетингом и знает, что это такое наверняка, который прошел и сделал вот эту карьеру потрясающую, он знает, что если сеть дистрибьюторов чувствует в эту свою вовлеченность, искренне ощущает себя частью бренда, то в этом есть секрет успеха. Поэтому присоединяйтесь к нам, принимайте сегодня решение, потому что сейчас вот то самое время, о котором я говорила, что это самая твердая валюта сегодня, самая твердая валюта сегодня, потому что сейчас у вас есть возможность невероятная не просто присоединиться к Армель и быть на саммите мастеров онлайн, а у вас есть время, чтобы начинать уже создавать свою структуру, свою команду и найти в своем окружении тех людей, которые сегодня находятся в поиске. Вы мне говорите о том, что сейчас в связи с кризисом будет много людей, которые не могут покупать духи, а я вам говорю по-другому. Сегодня будет очень много людей, которые задумываются над тем, что нужно что-то менять. И эти люди, они в вашем окружении, и они сегодня, уже может быть сейчас принимают решение присоединиться к той или иной сетевой компании. И вы можете быть тем человеком, которым покажут эту возможность. И тогда 18-19 апреля вы будете не один на саммите мастеров, а вы будете уже со своей такой группой, которая может быть еще не команда, но уже группой людей, которые придут разбираться, придут разбираться в этой возможности. И благодаря вам поймут суть этого бизнеса, и уже 20 апреля вы начнете эффективно выстраивать свой бизнес вместе с этими людьми. Поэтому не теряйте минуты, скажите спасибо тем людям, кто вас пригласил, присоединяйтесь к нам, принимайте решения. И я желаю вам действительно сегодня бессонной ночи для того, чтобы вы взвесили все за и против, и завтра приняли это решение, и уже присоединились к нам, ну либо искали какие-то другие возможности. Поэтому всем до встречи на саммите мастеров онлайн в эфире. Спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, что я помогла кому-то сегодня принять очень важное для вас решение. Пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok